Всем привет! В прошлом видео мы делали звезду. В этом видео давайте я расскажу как сделать кольца и как сделать серп и молот. Вот сейчас посмотрим вот такая модель у нас должна получиться полностью. Как сделать теперь кольца и серп и молот давайте рассмотрим. Все это дело мы уберем. Давайте опять откроем наш цилиндр. Опять зайдем в инцилайзер опять ось Z поставим, потому что звезда у нас по оси Z идет. Уберем дивайдов. Так здесь мы трогать ничего не будем. Уменьшим толщину. Вот где-то вот так. Вот поставлю ближе. Вот так нам будет достаточно. И давайте глубину сделаем отверстие. Вот где-то вот такую толщину выберем. Все, вот такое кольцо у нас получилось. Делаем Make Polymesh. Сохраняем или добавляем к звезде. Вот сюда вот Append. Открываем там допустим нашу звезду. У меня тут нету сейчас. И продолжаем работать. Потом экстрадируем кольцо. Так вот саптул у нас есть. Нажимаем кисть стандарт. Нажимаем Ctrl. Вот эти кольца получаются. Давайте теперь расскажу как сделать серп и молот по-быстренькому. Не хочу делать долгое видео. Открываем Tool. Открываем Plan 3D. Все что я делаю в прошлых видео уже я рассказывал как это делать отдельно. то или иное действие. Нажимаем Edit. Нажимаем Make Polymesh. Что нам теперь нужно? Нам нужно текстуры открыть. и через текстуры загрузить вот такую, такой серп и молот. Теперь заходим, открываем. Можно скачать в интернете кстати его. Их там валом. Закрываем. Закрываем. Работаем как и прежде вот теми же кнопками, что и в прошлых видео. Не хочу вдаваться в подробности. Еще раз объяснять. Вот уменьшаем вот так. Кнопка Z убирает у нас рабочее кольцо. И вот теперь жмем кисть стандарт. Уменьшаем Draft Size. И начинаем просто нажав Ctrl, начинаем вот это дело все закрашивать. Вы видите, что у нас вот так все получается. Можно добавить дивайдов побольше. Опять вернуть Shift Z. наш рисунок. И вот теперь вот так все закрашиваете. Я вот так только чуть-чуть закрашу. Покажу вам как это действует. Просто не хочется это долго. Все дело потом обрезку делать. Все. Допустим вы его обвели. Нарисовали. Если где-то не так. Вот так вот подкрасили все. Если у вас вот такие выступы есть. Нажимаете Ctrl Alt. И вот так вот очищаете. Выравниваете. В принципе работа не долгая будет. Потом вы заходите. Экстракт. Отключаете дублирование. Прибавляете вот эту. СМТ. Дану вот это. И жмете экстракт. Вот такое дело у вас получилось. Теперь вы жмете Ацепт. У вас появляются вот такие две рабочие зоны. Вот эту зону. План 3D нам надо удалить. Нажимаем Delete. ОК. Получается такая вот фишка. Снимаем выделение. И в принципе. Вот так вот получается серп и молот. Давайте я покажу как он выглядит. Когда уже готовый. Так. Отключим саптулы. Вот такой выходит серп и молот. Его можно здесь уже доделать. Принцип как. Опять же выделением. Выделяете допустим вот так вот ручку. Потом жмете. Ctrl и. И теперь. Можно зайти в деформацию. И поработать допустим. Сайзом. Уменьшай. Убирайте x, y. И вот так вот. Смотрите. Что получается. Вот так можно его прибавить. Можно поставить. Клейбердс. И. Доработать его уже. Лепкой. Вот так вот можно сделать. Ручку. Потом ее можно обрезать будет. Также ее можно будет выгладить. Вот так. Использовав. Polish. Можно его. Выровнять. Уменьшить. И будет уже. Наш серп и молот. Более менее похож на серп и молот. Тут же точно такое же делайте. Такое же делайте действие. Уменьшение. Вот так. Не туда я. Прибавлял. В принципе. Принцип понятен. Я тут уже накосячил. Стараюсь быстрее все это дело объяснить. Ну вот такой вот у нас получается серп и молот. И вот такие у нас получаются кольца. вся звезда в сборе это вот так она будет выглядеть вот так в следующем видео расскажу вам как сделать саму бляху заднюю и вот эти вот лучи подходящие звезде все всем пока до свидания